Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время по пятницам в эфире передачи Город Эсс. Ну, я сразу всех поздравляю с большим праздником французского народа. Сегодня, 8 февраля, исполнилось бы 185 лет со дня рождения Жюль Верна. Ну, вот я так сказал, но на самом деле, конечно, не исполнилось бы. Вряд ли кто-то доживает такого возраста, но вот этот великий писатель, дети капитана Гранту, все помнят. Все помнят 15-летний капитан и так далее, и так далее, знаменитые его романы приключенческие. А сегодня у меня в гостях не потомок Жюль Верна, но человек, для которого Франция не пустой звук. Итак, я представляю, дамы и господа, у меня в гостях сегодня Евгений Разин. Это поэт, композитор, певец и так далее, и так далее. Привет, Евгений. Здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот такое у меня вступление. Видишь, что Жюль Верна к тебе. Ты в детстве читал этого великого писателя? О, да, конечно. Я зачитывался его произведениями, но в отличие от многих других мальчишек, я, наверное, один из немногих, кто довольно быстро стал читать его в оригинале. Правда, в сокращенной и адаптированной версии. Ну, поначалу хотя бы, да. Поскольку я учился в гуманитарно-языковой гимназии номер 3 с рядом предметов на французском языке. Ну, понятно, понятно. Значит, а кто твои любимые, про писателя мы поняли, Жюль Верн, а кто твои любимые, там, композиторы, исполнители? Ну, если говорить о классике, то, возможно, буду банален и неоригинален все-таки это Чайковский. Чуть позже пришел интерес к Равелю де Бюсси. В последнее время заслушиваюсь композициями в исполнении оркестра Поле Мариа. Как-то они меня... Так, ведь Франция. ...успокаивают. Ну, я вообще обожаю эту страну и считаю, что, наверное, все не случайно произошло в моей жизни, что довольно большая часть ее связана с этой страной, с языком и культурой. Ну, и тем не менее, хотя мы начали с Франции и с Жюль Верны, который день рождения сегодня, давай сейчас послушаем в твоем исполнении композицию на русском языке, чтобы не думать, что ты, так сказать, как бы пренебрегаешь нашим великим и могучим. Нет, ни в коем случае. С удовольствием. Итак, слушаем Евгения Разина. Есть на Волге городок, милый сердцу уголок, поселился в его сердце солнце луч и коросток. Ах, Самара, городок, солнце ясный огонек, ты послушай, как из сердца льется чистый голосок. Я в любви тебе признаюсь, полюблю так полюблю. Всей душою постараюсь, ах, Самара, городок, солнце ясный огонек, ты послушай, как из сердца льется чистый голосок. Итак, вот, музыкальное знакомство произошло. А кто твои любимые исполнители? Не ответил мне на вопрос, забыл, наверное. Российские или французские? Ну, это французские, коль мы сегодня так во Францию углубляемся. Ив Монтан, Эдит Пьяв, Жо Дассен, Мирай Матье, немного поменьше, Шарль Азнавур. Также в результате своих нескольких поездок во Францию познакомился с творчеством людей, которых в России знают почти, не знают, либо знают крайне мало. Это Ив Дютей. Жильбер Бекко, наверное. Ну, Бекко все-таки получше. Не так давно по культуре показывали очередной его концерт из Олимпии. Патрик Брюэль очень мне нравится. Это известный актер кино, но сейчас он больше занимается песнями. Евгений, я правильно угадываю, что поскольку ты сам поэт, ты и ценишь, наверное, французское шансон, частно французский, за то, что там очень много именно в поэзии, в текстах заложено. Я вообще не только во французском, но и в русском в своем репертуаре для меня очень важен смысл, передаваемый с помощью стиха. Поэтому даже вот если мне предлагают какие-то песни, такое происходит, я сотрудничаю с самарскими авторами, как автор-исполнитель, но мне что-то меня не устраивает в тексте, я подумаю несколько раз. Евгений, а слушай, вот такой вопросик. А тебя называют и пресса называют композитором-песенником, радуйся, да. А когда написана была первая песня? Первая песня с удовольствием расскажу, уважаемые публики и вам, конечно же. В 96-м году, причем не позитивное, а скорее неприятное событие в виде болезни. Подвигло тебя, да? Подвигло меня, да, после возвращения из больницы написать первую песню. И это был некий катарсис, в результате которого, в общем-то, произошло мое окончательное освобождение от болезни. А дальше пошло-поехало, песня, посвященная родине моей мамы. Ну, а дальше, как бы, серия домашних концертов для своих друзей, друзей-родителей, которые впоследствии уже переросли в нечто большее. Ясно. Ну, и тогда, вот, значит, концерт домашнего ты упомянул. А когда состоялся сольный концерт, уже большой такой, форматный, большой? Большой сольный концерт, ну, для меня он был просто очень большой, даже, наверное, великий на тот момент, в 2003-м году. В Барт-кафе, может, помните еще Старый город на Степана Разина, 25, как сейчас помню, у меня там было целых два концерта. Это был именно «Авторский вечер», я там уже пел немного на французском, но в основном все-таки были композиции Евгения Разина на русском языке. А, ну, давай немножко на французском, тебя сейчас и послушаем, немножко. Avec plaisir, с удовольствием. Смотрим. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, весь мир, который тоже, как и ты, начал очень рано свое творчество, ну, правда, он рисовал, ты поешь и сочиняешь. Итак, мы сейчас вот о чем поговорим. Тебе 12 мая 2012 года, прошлого года, создавался юбилейный концерт. Такой большой, крупный, сольник. Да, это «Волга гладь дорога». Да, это «Волга гладь дорога». И вот я похвалюсь, мне перед эфиром Евгений подарил, собственно, видеоверсию. Я показываю на камеру видеоверсию, а ты рассказывай. В двух отделениях с участием Народного артиста России Марка Григорьевича Левианта, Александра Дроздова, Юлии Денисовой. Но главное все-таки это наполнение программы, которая является своеобразным отчетом за 15 лет творческой деятельности. Ой, немыслимый, немыслимый срок. Немыслимая цифра, да, и целых 30 лет, так сказать, жизни. Долго я к этому шел, хочу я вам сказать. Путь был не очень легок, но я свято верю и знаю, что все мечты сбываются. Просто их надо превращать в цели и реализовывать. Абсолютно правильно. Вот таким был... Иногда, правда, бывают препятствия, кажущиеся порой непреодолимыми, но это лишь вопрос времени. Вначале я сказал о Жюль Верни, но вот это не фантастический сборник, я его тоже получил в подарок. Нет, не фантастический. Перед поэтический, да? Получил в подарок от моего сегодняшнего гостя «Навстречу ветру». Это фантастический текст. Да, этот сборник выпущен был также к юбилейному концерту, это уже второе издание моей поэтической книги стихов. Я не считаю себя собственно поэтом, но поэт-песенник, да. Композитор и поэт-песенник. Здесь собраны около 60 стихов моих песенных стихов. Ну, естественно, я не успел пока посмотреть, а потом спасибо тебе огромное. Да, и как говорят мои слушатели, зрители, читатели, что когда читаешь, воспринимается по-другому. Ну, тоже, да, совершенно другой. Не хуже, не лучше, но по-другому. Согласен абсолютно. Видимо, это очень прекрасно понимал еще один величайший француз Жорж Сименон, у которого день рождения у нас с тобой сегодня. У нас с вами сегодня экскурс, да? Да, Жорж Сименону 13 февраля 110 лет со дня рождения. Потрясающе, конечно. Ну, Жорж Сименон, наверное, я догадываюсь, какое знаменитое самое произведение. Вы наверняка в оригинале, да? «Les romans du commissaire Maigret». Про Maigret, про Комиссара Maigret. А какая история? Ну, я не могу сказать, что я очень сильно увлекаюсь детективами. Ну, конечно, некоторые романы Maigret, опять же, в школе читал, да. Естественно, в оригинале тоже, да? Само собой, в оригинале, да. Я тебе завидую. Самое трудное произведение, прочитанное мной в оригинале, это Марсель Пруст, первый роман из цикла «В поисках утраченного времени». Я тебе скажу, я открою тебе секрет, он на русском языке не очень прост, а уж прост-пруст. Но я хочу вот в эту камеру поблагодарить своих педагогов и гимназии номер три, и Самарского государственного педагогического университета все-таки за то, что вложили французскую культуру через литературу в том числе. И эти воспоминания о пирожных модле, написанное Прустом, останется со мной навсегда. Впрочем, как и Анатолий, потрясающая, конечно, кулинария, которая во Франции просто, ну, вне конкуренции. Я знаком с этим. Давай поговорим о твоих педагогах музыкальных. Ну, здесь я хотел бы сказать отдельно, да. То есть все, что я благодаря... Все, что я, вот извините, уже волнуюсь, могу в области вокала, это благодаря моему педагогу Лидии Розановой. Я хочу передать ей привет и благодарность. Я знаю, она смотрит сейчас эту программу. Человек с нелегкой судьбой, как бы, которую много в этой жизни, ну, скажем так, не только гладили по голове, но человек потрясающей души, скромности, обаяния, а главное – таланта и профессионализма. Ну, давай, как бы, перейдем, покажем товар лицом, к чему она тебя, как бы, привела. Еще один фрагмент концерта. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, ну, пару слов об этой композиции. У меня ощущение, что это не совсем профессиональная партнерша. Да, ну, сначала пару слов о самой песне. Эта песня «Плакать и смеяться» написана она лично мной на французском языке изначально. Да, в 2005 году специально… Нет, не к Конгрессу, но в то время я работал переводчиком Международного Конгресса образования граждан мира здесь, в Самаре, по иронии судьбы, в том же самом здании ДК «Современник». И познакомился с потрясающей души человеком. Вот ему и посвящается эта песня. Его зовут Клод Визьё. Это канадский шансонье, бард, композитор. И человек, который просто тем, как он живет, меняет этот мир, потому что он искренний, потому что он такой, какой он есть. И вот он вдохновил меня на эту песню. Что касается моей партнерши, то зовут ее Дарья Манойлова. Возможно, она также смотрит эту программу. Она профессиональный визажист, стилист, но также издавна увлекается пением. И я с большим удовольствием пригласил ее в свою программу. У меня там принимали участие не только профессиональные музыканты, а также мои друзья, люди, с которыми так или иначе я иду по жизни. Ну, хорошо. Значит, ну, мы переходим, мы сейчас, наверное, с тобой поговорим о... Я еще поздравлю одного человека. Тут я прямо могу поздравить. Это 13 февраля, на днях, будет день рождения у Коста Гавроса. Константина Гавроса. Это знаменитый кинорежиссер французский. Знаменитый. Ну, кто-то, может, видел его «Пропавшие без вести», «Музыкальную шкатулку» и массу других фильмов, которые стали уже классикой. Ему 80 лет. Вот, чтобы ты до 80 лет, и ты и твои коллеги пели и занимались своим творчеством. Спасибо. А дольше можно? Можно дольше. Так Владимир Михайлович Зельгин. Можно дольше. Да, кстати, вот хороший пример для подражания. Что касается французского кино, очень люблю. Вообще считаю, что настоящее кино, достойное, это именно в Советском Союзе, в России, как наследница, и во Франции. А потом, почему очень популярный у нас был французский фильм? Потому что мы очень близки, на самом деле. Особенно приятно, что Жерар Депардье стал теперь российским гражданином. Это большая победа. Может быть, все-таки и в Самару со спектаклем приедет? Да, я думаю, приедет. Я думаю, приедет. Если уже в Мордовии он был, то в Самару точно приедет. Давай поговорим о... Ну, наверное, сначала прослушаем еще одну композицию с юбилейного концерта. С юбилейного концерта. Да, да. И продолжим беседу. Смотрим, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, давай поговорим о самом новейшем твоем музыкальном проекте, который называется французский шансон с аккордеоном. Да, вот у меня в руках даже есть уже видеодиск. Это запись 17 ноября сделана. То есть это недавно. Да, это была презентация проекта с солисткой Самарской филармонии Анной Егоровой. Я реализовал свою давнюю мечту, и тот проект, который с 2007 года рождался мной с помощью фортепиано и вокала, теперь приобрел новые краски благодаря аккордеону. У нас очень мало времени, Евгений, поэтому кратко, прямо когда впервые ты устроил вечер французского шансона? Ведь давным-давно, насколько я знаю. В 2007 году в ресторане арт-шоу. Это был впервые, да? Это был впервые вечер французского шансона. Давай вот из этого вечера французского шансона, который вот свежий у тебя, недавний совсем, композицию прослушаем, которую я не мог не включить. Она моя любимая. Я даже догадываюсь, почему. Слушаем, смотрим. Слушаем, смотрим. Слушаем, смотрим. Слушаем, смотрим. Слушаем, смотрим. Слушаем, смотрим. А если мы любим, каких-то нравится. С eagle, слабят. С соответствием. Килает краска, слаб estan, спермас. Ссылку не нак mira. Сll Olеве. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Евгения, давай кратенько у нас заканчивается передача. Твоё участие в российских международных конкурсах, фестивалях? Самое основное – это международный фестиваль-конкурс лирической песни «Отчий дом в городе Донецке» имени Евгения Мартынова. В 2002 году это было, но до сих пор остается для меня крайне важным. Диплом я получил из рук Александра Николаевны Пахмутовой. И, наверное, выделю фестиваль, народный фестиваль нашей песни «Войны и победы» на Поклонной горе он проходил. Я участвовал в нем неоднократно. Это фестиваль, возникший как реакция на конкурс «Весна победы» к 65-летию Победы. 7 тысяч человек участвовавших в «Весне победы» и не попавшие в финал организовали этот фестиваль. Ясно. Все, значит, мы давай послушаем еще одну композицию. Очень необычно это прозвучит. Слушаем. Ты зеркий фол, бесцелем я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok